Дорогие люди, добрый день! Кто скучал по моему приветствию? Кому больше нравятся дорогие люди? Специально для вас. Итак, дорогие люди, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про йогу-азбуку. И это видео будет больше для тех, у кого еще нет вот этих замечательных карточек. Либо для тех, у кого просто детская йога из моего профиля, где вы можете карточки скачать бесплатно. Либо если у вас, как у меня, старая версия карточек, потому что моим карточкам йоги-азбуки уже очень много лет. Я покупала их непосредственно у самой Журавской еще до тех пор, пока она не сотрудничала с Аэреспресс и не было вот этого потрясающего издания. В чем смысл? И как по карточкам работать? И зачем они в принципе нужны? Во-первых, я хочу сказать, что ценность вот этого пособия, она в миллионы раз превышает его стоимость. Потому что вот эти карточки, они уникальны, они великолепны. И я очень рада, что большинство из вас, моих подписчиков, они уже есть, потому что это просто кладезь полезностей. Для чего они нужны? Первое, нам нужно ребенка учить отзеркаливать позу. Это будет говорить о том, что он научился считывать позу с картинки и может ее повторить. То есть он в достаточной мере овладел своим телом. Когда вы показываете картинку, ребенок может сделать так же. Причем, особенно мы обращаем внимание, когда в три года, что ребенок, он переносит, он не отзеркаливает позу, как зеркало. То есть здесь у мальчика правая нога, а ребенок поднимает левую, чтобы коленки были так же, как у малыша. Нет. А когда он именно понимает, что где у ребенка на картинке право, а где лево, вот это уже такой еще один классный сигнал, что все получается, что пространственная сфера поформируется у ребенка правильно, когда он считывает позу с картинки. Второй момент, это умение эту позу удерживать. Если маленькие дети у нас могут держать позу, ну до трех вы сосчитали и хорошо, потом вы считаете до пяти, с каждым годом, с возрастом мы должны прибавлять счет и учить ребенка задерживать позу дольше, фиксировать позу дольше. Чтобы не появлялся лишний тремор, когда у ребенка вытянутая рука или вытянутая нога. Для того, чтобы он учился контролировать себя. И я уже указывала в сторис, что с пяти до семи лет минимум 30 секунд ребенок должен удерживать позу без появления лишнего тремора и без того, что ребенка начинает тело вести. То есть мы это отслеживаем. Если вы начали заниматься в два года или раньше, или чуть позже, то вы должны прийти к тому, что в пять лет ребенок, если он преодолел координационную неуверенность, гравитационную неуверенность, что он может удерживать позу 30 секунд. И это будет очень классно. Но самое крутое, что есть вот в этом пособии, это описание игр с карточками, которые я просто обожаю. Я даже себе взяла из одного пособия сказки. Потому что здесь 18 классных сказок на позы. В чем смысл? Вы берете любую сказку, например, вот «Зимнее приключение» и читаете ребенку. В лесу росла одинокая елка. И делаем карточку «Поза дерева». То есть вы рассказываете ребенку историю, и при этом он переключает позы. Самое любимое у нас с Толей, это вот это 18, как засыпают животные. Мало того, что она в стихах, она помогает расслабиться. Прекрасное стихотворение «На небе звезды», «Поза звезда». И здесь постепенно ребенок ложится. И в итоге ночь, это будет уже поза ночь, ночь пришла, и весь наш дом погрузился в сладкий сон. То есть эту зарядку мы, не зарядку, да, а это расслабляющая такая йога, стихотворение, мы делаем очень часто перед сном, потому что она очень классная, мы ее знаем наизусть. Просто выкладываем позы, карточки, иногда уже даже не доставая карточки, мы с ребенком вот этим вот занимаемся. Здесь вам и переключение с позы на позу. И это такая своеобразная логаритмика. Это, соответственно, гимнастика у нас под стишок. Ребенок запоминает позы, учится их переключать, учится их отражать, соблюдая последовательность. И это очень классный навык, особенно если у ребенка СДВГ, особенно если у ребенка гравитационная неуверенность, особенно если ребенок тревожный, если у ребенка есть нарушение логомоторной программы, если у него есть апроксия, диспроксия. И это будет прекраснейший вам толчок, прекраснейшая помощь в том, чтобы ребенка научить выполнять вот такие вот позы и переключаться с одной позы на другую. Теперь такой момент, потому что это тоже один из самых частых вопросов. Если ребенок не хочет позы повторять, что делать, если он не включается в игру? Здесь, к сожалению, да, либо мы используем различные уловки, когда мы говорим, да, вот сейчас сделаешь эту позу, и потом мы сможем с тобой книжку почитать, если, например, вам нужно, чтобы он перед сном или перед завтраком. Сейчас ты сделаешь вот эти три позы, потом ты пойдешь завтракать. Сейчас ты сделаешь вот эти три позы, потом я тебе разрешу посмотреть мультфильм. То есть мы постепенно приучаем ребенка к тому, что нужно выполнять каждый день или через день. Второй момент, если у вас есть старший ребенок, причем не обязательно ваш, как это было у нас, мы попросили сестренку, она показывала, и Толя с удовольствием за ней повторял. Потому что детям не свойственно повторять за взрослым человеком, дети любят повторять за детьми. Поэтому если у вас есть возможность подключить кого-то из родственников, старшего братика или сестренку, то подключайте, чтобы они хотя бы изучили основные позы, чтобы ребенок не боялся их делать и научился их делать. А когда он уже научится, когда у него будет получаться, у него будет вытеляться дофаминчик, да, на то, что есть, у меня удалось, у меня получилось, и вы сможете уже делать это самостоятельно, заниматься с ребенком по йоге самостоятельно. Поэтому, вот, коротко рассказала, девчонки, вот, йога от Айрис Пресс просто великолепная, и великолепная здесь методичка. Очень классная мне понравилась игра на чтение, которую мы сейчас используем, то есть мы составляем слово из этих карточек. Единственный минус, да, то, что нельзя составить слово с повторяющимися буквами, но это можно избежать. И ребенок делает позы, да, вот, например, мы выкладывали слово щенок, и ребенок делал пять поз, которые на щ, на е, на н, на о и к. То есть он смог с помощью поз воспроизвести это слово. Поэтому не пренебрегайте инструкцией, которая идет к йоге-азбуке. Ищите вот такие карточки. Часто они бывают у меня в Бубик Тойс, сейчас их, к сожалению, нет, потому что все разобрали, потому что это, ну, такой вот прям must-have. Must-have для детей. Всем спасибо за просмотр, и кто занимается, обязательно напишите ваши впечатления, что понравилось, что не понравилось, что получается, а что нет. Субтитры создавал DimaTorzok